Врачи, водители скорой помощи, журналисты и даже политики из высшей лиги, такие как министр здравоохранения России Вероника Скворцова и руководитель Приморья Олег Кожемяка. Такой представительный саммит с медицинским уклоном взял старт на площади перед зданием администрации Приморья. Повод вполне определенный. По обращению главы региона Приморья получит миллиард рублей на нужды здравоохранения края. А пока краевым главврачам вручили ключи от новеньких машин скорой помощи, приобретенным по федеральной программе. Все это автомобили класса С с оборудованием уже для перевозки тяжелых больных. Безусловно, до конца года придет еще несколько десятков машин, они поступят в муниципальное образование, в лечебные учреждения, районные больницы, поступят в города. Семь автомобилей повышенной проходимости марки «Газель» укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием. Дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором, сейфом для хранения лекарственных препаратов, а также дополнительными приборами. Министр здравоохранения отметила существенные положительные моменты в переоснащении Приморского здравоохранения. И, конечно, это существенно следит в разы. Износ автомобилей. И, как мы надеемся, с учетом параллельных мероприятий, мы планируем центральную диспетчерскую скорую помощь, соединение центральной диспетчерской с нашими вертолетами, которые подключены к санавиационной скорой помощи. Это станет значительным шагом по улучшению качества оказания медицинской помощи для всего населения Приморья, уверен глава региона. Обещают, что до конца года в край приедет еще 24 машины. Но это далеко не все предложенные меры по модернизации медицины. Кроме этого, мы сейчас вносим в закон бюджете Приморского края поправки, которые позволят по молодым специалистам и специалистам, те, которые будут занимать вакантные места, проводить единовременные выплаты от 200 до 500 тысяч. Также специалистам и молодым специалистам будет предусмотрена доплата к основному окладу в размере 10 тысяч. Тем, кто приравнены к району Севера, тоже будет производиться доплата. Кроме этого, это 50% оплаты коммунальных услуг. После торжественной части и вручения ключей от скорых, политики и журналисты отправились в зал заседаний Приморской администрации на профильное совещание. Здесь руководство края вместе с федеральными представителями исполнительной власти более подробно обсудило бюджеты, законотворческие инициативы и меры по укреплению медотрасли. В целом на все проекты по улучшению приморской медицины предусмотрено около 2,5 миллиардов рублей. Стоит отметить, что это удалось сделать благодаря прямому обращению главы региона Олега Кожемяка в федеральный центр. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.